Приветствую вас и за своей стороны мне бы хотелось обратить ваше мнение на то, что причины, по которым у вас наблюдается подобное состояние печи, являются несколькими. И первая причина вращается в некой идеалистичности того, чего хотите. Можно сказать в перфекционизме. Перфекционизм проявляется в том, когда человек хочет, чтобы все было идеально и у него естественно. Подобное не получается, потому что нельзя сделать так, чтобы все было идеально, но человек в силу своих желаний, в силу стремления к этому делает это навязчивой идеей, делает это основной своей целью, делать так, чтобы все было идеально. Соответственно, нужно понять, почему вам хочется, чтобы все было прямо идеально, ведь это невозможно. То есть причина перфекционизма скрывается в основном и ее нужно обмелить. Далее, если говорить о нежелании делать эту срок, то здесь имеются проблемы с волевой регуляцией. То есть волевая регуляция, это когда человек удерживает в центре своего внимания то, что нужно делать и ни на что не отвлекается другое, пока не сделает важное дело. Обязательным условием для успешного выполнения и непрерывности данного процесса является наличие мотивов. То есть наличие достаточного количества мотивов для того, чтобы вы могли сделать то, что вам нужно. Таким образом можно говорить о удержании центра внимания на определенном деле, на определенном объекте и на достаточном количестве мотивов. Вот каждый из этих двух элементов я вам и постараюсь раскрыть. Если говорить о мотивах, то их может быть бесчисленное количество. Достаточно просто их самому себе придумать. У человека всегда есть смысл того, что вы делаете. И если вы всегда опаздываете и не делаете ничего в срок, то для этого есть смысл. Какой смысл того, что вы делаете? Что вступает мотивом к данному поведению? Ведь если вы знаете, что вам нужно делать это в срок или, допустим, если вы опаздываете, то это вам что-то дает? Что-то, что повышает по ощущениям ваш комфорт. То есть вы более комфортно себя чувствуете, если тянете, допустим, время. Надо понять, что вы именно достигаете, от чего вы добиваете через данные факты. И, собственно говоря, это желание, эту потребность удовлетворять несколько другим способом. Далее, собственно, идет удержание внимания и поиск мотивов. Пожалуй, начнем мы со второго, потому что это немножечко проще. Необходимо как можно большее количество мотивов набирать для одного какого-либо действия. Ну, например, если взять, например, бег, бег, который нужно выполнять по утрам, то это не только здоровье, но это еще и велеческая форма, это еще и повышенные возможности, это и возможности, например, для более адекватного реагирования на какие-нибудь обстоятельства негативные, связанные непосредственно. непосредственно с вашей жизни, ну и так далее. Также в качестве мотива для бега, например, можно привести отрицательные последствия того, если человек не бегает. Ну, например, он будет страдать адреской, там у него будет слабость, ну и прочие-прочие проблемы с здоровьем. Соответственно, вы, возможно, это все знаете, но до тех пор, пока воочию не увидите, не прочитаете, возможно, не получите образ негативного последствия, вам будет сложно воспринимать его как стимулирующее и как, соответственно, ограждающее от совершения определенного действия. То есть, если человек что-то представляет, то образа мало, нужно убедиться воочию, значит, воочию увидеть пример. Соответственно, вам нужно будет более близко познакомиться с теми целями, которые вы пытаетесь достичь и теми негативными последствиями, которые могут наступить, если вы не будете делать то, что нужно. Например, если за опоздание на работу вы получите, например, какой-нибудь штраф или выговор или даже увольнение, то вы его очень убедитесь в том, что произойдет с теми, если не выполняются ответствующие действия. Чтобы не доводить ситуацию до непосредственно вашей, можно поговорить с людьми, которые опаздывали, и что из этого иногда происходило. А также смогут для себя подумать, а что вам даст положительного, то, что вы, например, поддерживаете вовремя. Разве мнение людей, большинство, собственно говоря, времени, проведенного с хорошими людьми и так далее, пунктуальность, хорошая репутация. Разве все это не стимул для того, чтобы совершать вещи вовремя. Но это лишь одни из вариантов стимулов, вам их нужно искать самостоятельно. То есть все, чего вы хотите, все, чего бы вы хотели, все, что может положительного принести в то или иное действие, вам желательно собрать в месте, то есть в себе. И этого придерживаться, пытаясь держать это в сознании, чтобы понимать, ради чего вы делаете то или иное. Потому что, когда человек не делает то, что нужно, когда человек откладывает, значит, что он не чувствует, не чувствует, что ему именно нужно это делать. Не чувствует, что, причем, речь идет о внутренней, внутреннем-нутреннем барьере. Человек не чувствует, что внутренне ему нужно делать что-то. Он ощущает для себя, что он может там, например, подождать, что он может там, например, что-то еще сделать, ну и так далее. И данные, данные, собственно, нужно исправлять именно через поиск мотивов, поиск дополнительных смыслов того, что вы делаете. Надеюсь, это понятно. Следующий момент, о котором нам пойдет речь, это тренировка непосредственно в воле. То есть тренировка такой способности, как удержание фокуса внимания на том или ином объекте. Для этого можно выполнять соответствующее упражнение, когда вы, допустим, кладете перед собой лист белой бумаги и, смотря на него, концентрируете на нем свое внимание, думая только о нем. И не позволяя своим мыслям, не позволяя своему сознанию впускать в себя что-то еще. Для наглядности изобразим фокус сознания как некий круг, в центре которого находится определенная пространство. И вот это пространство вам нужно неукоснительно охранять. Охранять от вмешательства другого пространства в центре этого круга. До тех пор, пока вы сами этого нет. То есть, так вы будете тренировать удержание фокуса внимания на том или ином предмете. Соответственно, что нужно сделать? На чистые листы бумаги нужно смотреть, думая только о нем и не позволяя мыслям перенаправляться ни на что-то другое. Так, удерживать внимание нужно начинать с 5-3 минут и повышая хотя бы до 15-20, после чего повышать сложность примета, на которые вы смотрите. Например, пусть это будет стакан воды. Например, вы смотрите на стакан воды и думаете о воде, о влаге, о стекле и так далее. Но при этом, понятно, что вода и влага могут обсырваться с дождем, а дождятся совершенно другие ассоциации. На них уже вам внимания обращать нельзя. То есть, эти вытеснения личных мыслей помогут вам тренировать свою волю. Именно так тренируется волевая регуляция, именно так она развивается, именно так она становится достаточно сильной опорой для деятельности человека. Нужно сказать, что, постепенно повышая сложность приметов, вы сможете на более высоком уровне контролировать вопрос внимания. И это поможет вам просто ограждать себя от всевозможных отвлекающих факторов, которые происходят с вами по ходу деятельности. Данное упражнение поможет вам лучше концентрироваться на том, что нужно сделать, и не распылять свои силы, не распылять свои ресурсы на что-то другое. Это, я думаю, вам поможет. В некоторых случаях, если вы можете себе позволить это, то можно создать некий дополнительный вспомогательный вариант, который проявляется, например, в виде определенного движения, в виде музыки и так далее. То есть, например, говоря о том виде, о котором я говорил вначале, да, человек, ко всему прочему, то есть, к поиску смыслов, к волевой регуляции, прибавляет еще и музыку. То есть, вам нужно создать самому себе некий условный рефлекс. С помощью этого вы будете выполнять определенные действия. Например, вам нужно собираться на работу. Вы изучаете соответствующую музыку и начинаете собираться на работу. После двух-трех дней, после два-три раза, вы уже автоматически, включая эту музыку, будете чувствовать желание именно собираться на работу. То есть, она будет помогать вам осуществлять ту деятельность, которая вам нужна. Конечно же, дабы не зависеть от определенных моментов, чтобы не создавать в факторах привычки, подобные вспомогающие обстоятельства нужно менять. Например, с музыки на какое-нибудь движение, с музыки на пение или на соперничество. То есть, начиная напевать себе под нос какую-нибудь песню, вы будете собираться на работу. И спустя два-три раза, начиная петь, вы уже будете чувствовать желание собираться на работу. Так происходит амбирантное научение. И так создаются условные рефлексии, которые, в принципе, учат любое звуковое существо, обладающие интеллектом, как-то регулировать свои деятельности. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в субличку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо. Спасибо.